Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Некоторые исследователи полагают, что именно в этот день сбудутся пророчества и наступит Девушки отдыхают Будет революция самой природы Земля будет вынуждена уничтожить паразитов своего живого тела То есть нас с вами Произойдут изменения Будет катастрофа глобального характера Считается, что Земля изменит свой магнитный полюс Кроме того, Солнце увеличит свою активность А ведь магнитосфера Земли — это самый настоящий щит, который защищает нашу планету от губительного влияния радиации Солнца и космических излучений Произойдут значительные изменения земного климата Будет больше землетрясений, цунами, иной вулканической активности Текстов магии, которые об этом дне повествуют, на самом деле не так много Но их можно назвать пророческими, потому что они направлены в будущее По ныне принятой корреляции 23 декабря 2012 года Закончится нынешний календарный цикл Значит, 13-й большой календарный цикл И в этот день, значит, произойдет нисхождение с неба, судя по всему, бога, который называется Балон-Акте Существует такая совершенно точная и строгая проблема, называется кометно-астроидная опасность Но вот сейчас астроид, который вызывает наибольшие, так сказать, публичные интересы, публичные, так сказать, беспокойства Это астероид Апофис, это астероид большого размера, несколько сот метров Для понимания, астероид, который сталкивается с Землей, имеет размер более 300 метров Приводит к циклопической катастрофе, по крайней мере, континентального масштаба Существует, по крайней мере, три трактовки того, что может произойти 21 декабря 2012 года Первое, собственно, конец света, или конец дней, как называли это печальные события, сами авторы календаря Впрочем, называли они так все, что угодно, только не саму дату, обозначенную в календаре А христианская церковь и вовсе такой поворот событий категорически отрицает Очень легко, конечно же, через знакомый европейцу апокалипсис, через нашу Евангелие пробовать понимать тексты Майя Но в этом случае, боюсь, что мы будем ловить в них лишь отголоски своих собственных культурных предрассудков Вторая версия событий декабря 2012 года Наша цивилизация наконец-то вступит в контакт с представителями инопланетных миров У инопланетной версии событий 2012 года есть немало горячих поклонников Даже среди тех людей, что сами побывали в космосе Это, значит, будет цивилизация, которая находится на планете Нибиру Которая прилетает к Солнцу, находясь в Солнечной системе, но на очень вытянутой орбите Она, значит, к нам эта планета приближается к Солнцу раз в 3600 лет И вот на этот раз они, значит, прилетят И, наконец, третье, самое близкое к сути пророчества древнего календаря версия Человечество вступит в иной, качественно новый этап своего развития Вполне возможно, что в человеке разобьются какие-то новые невероятные способности Которые позволят ему пересмотреть, причем радикально, свое мировоззрение Человек использует только 10% своего мозга Мы используем только 8% своего ДНК Остальные 92% мы, медики, называем ДНК-мусор И так, с одной стороны, произойдут какие-то земные катастрофы Но одновременно с этим произойдет очень существенный эволюционный скачок в развитии человека То есть на смену Homo sapiens придет, если можно так выразиться, Homo sapiens sapiens Его можно назвать также человекоразумный межпространственный То есть нам откроются до ныне неизвестные измерения Самым активным сторонником и пропагандистом версии перерождения человечества в 2012 году Сегодня стал колумбийский ученый, астроном и физик Фернандо Малькун Изредка он ездит по Новому Свету и Европе с лекциями Попасть на которые весьма непросто Сейчас мы переживаем время без времени Переходный период от одного цикла времени к другому От эры тьмы к эре света От эры рыб, девизом которой было утверждение «Я верю» К эре водолея, чей девиз «Я знаю» Для человечества 2012 год будет началом огромного прорыва в области космической информации Человечество впервые получит доступ к тем сокровенным знаниям Которые в течение многих тысяч лет были скрыты от нас Солнечная система получит из центра галактики синхронизирующий луч Который положит конец многим нашим привычным представлениям И станет началом нашей интеграции со Вселенной, с космическим разумом Из пророчеств Майя В самом конце четвертого солнца наступит эпоха перемен На земле родятся дети белого ягуара Они будут разного цвета кожи и будут жить в разных уголках нашего мира Именно они вернут людей к любви, свету и древним корням Так все-таки как нам встречать 2012 год? Со страхом или надеждой? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы отправились туда, где этот календарь хранится в наши дни Это столица современной Мексики Самый большой по населению мегаполис Земли Трудно поверить, глядя на этот современный город, заполненный людьми и автомобилями Что конец света наступал здесь уже не раз Концом мирной дикой жизни этой долины стало время, когда сюда впервые пришли люди Если верить легенде, древние ацтеки решили основать здесь свою столицу Теначтетлан Когда увидели знамения На кактусе сидел орел и пожирал змею С тех пор этот символ стал государственным для Мексики Совсем неподалеку от Теначтетлана Представители неизвестной и, судя по всему, весьма могущественной древней цивилизации Воздвигли удивительные сооружения Пирамиды Теотиуакана Город, где родятся боги Так можно перевести это название, данное пирамидам уже в наше время Настоящего имени этого загадочного города не знает никто Невероятно точные пропорции пирамид Их ориентация по сторонам света, наконец, просто величие Завораживает людей по сей день Хотя бы для того, чтобы подержаться за этот кусочек космического железа Имеет смысл забраться сюда, на самую вершину древней пирамиды Солнца в Теотиуакане Вообще, когда сюда заберешься, понимаешь, что нельзя несерьезно относиться к пророчествам древних индейцев Потому что вот буквально спустя пять минут после того, как мы преодолели с оператором этот довольно серьезный путь Мы чувствуем какой-то прилив сил, потому что явно то место, где мы находимся, это своеобразный аккумулятор космической энергии Причем эта энергия накапливается не только для тех, кто здесь собрался Но и, похоже, для всей планеты Земля Исследования и документы, которыми мы располагаем относительно древних мезоамериканских цивилизаций На сегодняшний день минимальны Мы пока не способны в полной мере постичь все их достижения На самом деле, по источникам, которые мы имеем, можно сделать заключение, что древние были очень искусны В деле наблюдения за небом и звездами Поэтому большинство древних кодексов Майи имеют непосредственное отношение к космическим событиям Но, к сожалению, мы очень мало знаем обо всем этом Для меня, как для археолога, есть один вопрос, на который никто не может ответить Почему символика Теотиоакана и символика Майи так похожа? Майи имели такую систему письма, очень совершенную, которую расшифровал к норадам А почему у тех, кто строил Теотиоакан, не было никакой письменности? Хотя для того, чтобы построить то, что смогли они, письменность была бы очень нужна Ответа на этот вопрос нет Субтитры создавал DimaTorzok Эти пирамиды многое повидали на своем веку В том числе и конец могущественной цивилизации ацтеков Которую вполне можно считать вторым мексиканским концом света Конкистадоры уничтожили почти всех, как они называли индейцев До наших дней дожили лишь единицы Закончилась не только эпоха ацтеков Закатилось солнце их религии Здесь произошло чудо Простому пастуху посреди пустыни явилась Дева Мария Поскольку произошло это неподалеку от местности, называемой индейским словом Гваделупа Самую главную католическую святую, покровительницу Мексики, называют Дева Мария Гваделупская Нерукотворный образ Богоматери хранится в этом специально построенном для нее храме Образ этот почти 500 лет назад отпечатался на пончо простого пастуха С тех пор пончо и сам образ не претерпели каких-либо изменений Ученые, исследовавшие эту реликвию, пришли к однозначному мнению Химические элементы, из которых состоят краски на этой иконе, неземного происхождения Католическая церковь спасла индейцев Потому что видно совершенно четко разность судеб индейцев в Северной Америке и в так называемой Латинской Америке Католическое духовенство как раз призывало быть человечным, видеть в индейцах людей Католический священник Диего де Ланда первым из испанских миссионеров попытался проникнуть в тайны древних цивилизаций Он написал большой труд о жизни встреченных им майя Но результат его трудов был весьма неожиданным Он приказал сжечь все рукописи древних Может быть потому, что сумел обнаружить в этих письменах нечто такое, что не нужно было знать тогдашней западной цивилизации Он первым среди конкистадоров попытался расшифровать письмена майя У него не получилось То, что он сотворил потом, настоящая катастрофа Сжег все письменные источники Я не думаю, что он сделает, потому что обнаружил в письменах майя нечто такое, что не нужно было бы знать остальным людям Просто он был невероятным фанатиком католицизма Таким образом он показывал превосходство своей западной точки зрения над индейской Я убежден, что да, знания, которые содержались в тех кодексах майя, могли быть реальной угрозой для западной цивилизации Что он там обнаружил в этих кодексах я с трудом представляю Потому что Диего де Ланде, как мы хорошо видим, не умел читать иероглифы Поэтому, может быть, картинки его, конечно, напугали, да, картинки там некоторые весьма специфические А вот, да, тот материал, который он в своем сообщении о делах Юката не сохранил Хорошо свидетельствует, что информатор индейский, который ему рассказывал, да, он знал, как читать и писать иероглифами Поскольку он был лицо при исполнении должностное, он должен был, кроме этого, бороться еще и с идол поклонством Вот отсюда и родились все эти знаменитые истории про то, что Ланде сжег рукописи, уничтожил культуру майя и так далее Поленки, архитектурные жемчужины в джунглях Именно здесь в очередной раз взошло солнце древней цивилизации и здесь оно снова закатилось Знаменитый храм надписей, где взору археологов предстали не только удивительные фрески Но и высеченные на камне письмена древних людей, когда-то построивших этот уникальный город посреди мексиканской сельвы Здесь самое большое собрание текстов майя Культура майя была уникальна вот в чем Это единственная в человеческой истории цивилизация, которая развивалась и достигла больших успехов в тропической сельве Не так уникальны пирамиды, их знания и календарь, как именно это Знания это, как правило, мощное оружие в борьбе за власть И то, что они могли общаться друг с другом с помощью символов, письменности, автоматически делало их очень могущественными И поэтому все знания, в том числе и письменность, очень жестко сохранялись внутри той группы, которая была у власти Главный вопрос, который возникает, стоит только увидеть эти странные сооружения, расположенные среди непроходимых когда-то джунглей Зачем, для какой цели древние архитекторы и строители затразили столько усилий, возводя эти постройки? И как они, согласно официальным данным, не имевшие железа и колеса, сумели все это возвести? На этот счет, у исследователей древних мезоамериканских цивилизаций нет единого мнения До мая существовала цивилизация альмеков Мы очень мало о них знаем, но это была цивилизация, которая обладала колоссальными возможностями Скорее всего, эти знания они получили извне Некоторые говорят, что эти знания из Азии Но есть предания о том, что в древности существовал континент, который назывался Му И был расположен в Тихом океане Часть населения этого континента после какой-то катастрофы ушла в Азию, другие в Америку Возможно, что альмеки – потомки этих цивилизаций и наследники этих древних знаний И поэтому в Китае, Индии и Египте мы видим очень похожие на здешние символы Они явно происходят из одного источника Я уверен, что пирамиды строились не только как храмы для религиозных целей Это были прежде всего специально оборудованные площадки для наблюдения за небом, за звездами и планетами Понимательно разглядев пирамиды в Поленке, легко понять, что все там устроено так, чтобы наблюдать траекторию Солнца Причем в течение всего года Я убежден, что пирамиды были прежде всего обсерваториями Наши предки с помощью наблюдений, которые они производили с этих обсерваторий Могли предсказывать те изменения, которые должны были произойти, скажем, в климате нашей планеты Для чего строились пирамиды? Для того, чтобы продемонстрировать свою мощь и защититься от врагов Как обрабатывались камни? Есть камень, который гораздо тверже другого камня Здесь есть камень, который режет другой камень И есть даже дерево, которое способно резать камень Многие из тех скульптур, которые мы видим здесь Вырезались из камня именно деревянными инструментами Но, наверное, главный секрет древнего поленки Города, который когда-то занимал площадь в 17 квадратных километров Не сами уникальные сооружения В 1952 году мексиканский архитектор Альберто Рус Скрыл ход в храме надписей и обнаружил тайный спуск в подземелье На глубине двух метров непосредственно под пирамидой Ученый обнаружил нечто необыкновенное Глубоко под землей, под пирамидой надписей Находится один из самых загадочных памятников мезоамериканской культуры Знаменитая могила правителя по имени Покаль Эрих фон Денекин в своем фильме «Воспоминание о будущем» Утверждал, что это и есть древний мексиканский космонавт Сегодняшнее исследование, в том числе исследование НАСА Подтверждает, что этот человек, изображенный на этом антробии, куда-то летит Весь вопрос в том, куда Мы знаем, что смотреть надо не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной И тогда мы видим, что это челюсти подземного мира Это вот такие две сороконожки, как бы развернутые в плоскости Которые олицетворяют вход в подземный мир Прямо над входом в этот подземный мир лежит, значит, человек Который вот есть умерший правитель на царь Павленке А за ним дерево, вот этот вот нос корабля Это на самом деле, на самом деле это дерево, да Ну, очень какой-то, может быть, аналог мирового древа Но есть большое противоречие между тем, что было найдено и что изображено На скелете, который нашли внутри могилы, нет никаких искусственных деформаций Что характерно для древних майя Кроме того, там лежит человек лет 20, значительно моложе возраста Покаля Правителя древней империи майя, который, согласно преданиям, умер, когда ему было уже 80 лет То есть персонаж, который изображен на камне И персонаж, который лежит внутри, это два разных существа Это большая загадка Действительно, у знатных майя была такая мода деформировать свои черепа и носы Но зачем они это делали? Скорее всего, потому что они контактировали с пришельцами из других планет А они выглядели именно так Само имя Покаль этому загадочному человеку дали уже в наши дни В соответствии с иероглифами, обнаруженными непосредственно на надгробии Если следовать логике письма майя, то имя этого правителя должно звучать как Покаля Но поскольку последний слог не произносится, мы его называем Покаль И Покаль означает на языке майя «щит» Это защита от огня Это защита от вражеских стрелок Долгое время считалось, что рукописи майя расшифровке не поддаются Однако именно российский ученый сумел опровергнуть это распространенное мнение Ленинградский лингвист Юрий Кнорозов, который никогда до этого не был на родине древних американских цивилизаций Сумел найти ключ к расшифровке древнего языка Сегодня Кнорозов, который ушел из жизни в самом конце прошлого века Здесь, в Мексике, почти национальный герой К сожалению, его имя в России известно лишь узкому кругу специалистов На разработки Юрия Кнорозова сегодня опираются все, кто занимается исследованиями мезоамериканской культуры И в частности, знаменитого календаря майя У них существовало сразу два календаря Один для знати, а другой для простых людей Календарь для простых людей В нем удивительно точно указывались даты сева и сбора урожая Поскольку в те годы было много климатических изменений, это было очень важно Один календарь можно назвать ритуальным Он состоял из 260 дней, очень точных И другой, солнечный календарь Он очень близок к нашему Григорианскому календарю В нем 360 дней Эти два календаря, ритуальный и солнечный, каждые 52 года встречались То есть каждые 52 года в них был один общий день Они называли этот день началом нового цикла, новой эры И поэтому для мезоамериканцев дата 52 года была очень важной Через 52 года все заканчивалось Конец времен через 52 года В те годы средняя продолжительность человеческой жизни равнялась как раз 52 годам Так что это была очень значимая дата Конечно, для того, чтобы создать такие календари Нужно было иметь очень большие знания о времени и об астрономии Невероятную точность древнего календаря Удивительное развитие технологий мезоамериканцев Представители, скажем так, неформальной науки объясняют весьма просто Все эти знания и календарь в том числе были получены от представителей инопланетных цивилизаций Которые, собственно, и заселили Землю разумными людьми Мы генетический продукт, созданный инопланетным разумом Нас поселили, а точнее сказать, засеяли на эту планету, как крестьяне сеют свои семена Причем человечество – это продукт, произведенный сразу четырьмя могущественными цивилизациям Которые обитают где-то в созвездиях Ориона и Персии Всего этих цивилизаций ровно четыре Каждая из них зародила на Земле свою разновидность человека Поэтому сегодня на нашей планете проживают четыре основные расы Европеоиды, негроиды, монголоиды и австралоиды Самое удивительное, что история происхождения человеческих рас была хорошо известна древним индейцам Если же рассматривать человека с научной точки зрения, то здесь мы находим подтверждение его неземного происхождения Большую часть нашего с вами ДНК ученые называют генетическим мусором Просто потому, что не могут понять, для чего он служит Есть версия, что происходит от того, что в процесс формирования человека разумного На определенном этапе вмешалась еще одна могущественная цивилизация Она прилетела к нам откуда-то из созвездия Большого Пса Скорее всего, из планетарной системы звезды Сириус-Бе По крайней мере, именно эта звезда чаще всего упоминается в рукописях древних мезоамериканских цивилизаций Некоторые исследователи даже говорят, что знаменитый властитель Паленки Пакаль Был своеобразным наместником этой цивилизации на Земле Между нашими прародителями и сириусянами был конфликт За, скажем так, раздел сферы влияния над земным человечеством Сириусяне, назовем условно их так, каким-то образом вмешались в ДНК человека По-видимому, очень серьезно зашифровали наш геометический ход По крайней мере, после их появления на Земле, человек утратил многие из поистине волшебных возможностей, которыми он когда-то обладал Я говорю о способностях, например, телепортации и телепатии О способности путешествовать в параллельные миры Похоже, что наши далекие предки все это умели делать и часто пользовались этими своими способностями Самая обыкновенная кукуруза является важнейшим подтверждением того, что человечество имеет инопланетное происхождение Чтобы кукуруза размножалась, необходимы заботливые человеческие руки Скажем, рис или пшеница могут расти сами по себе Их семена будут разноситься с животными Но вот кукуруза сама без участия человека не способна к размножению Кукуруза это подарок, который сделал человечеству бог Кукулькан Или как его называли от стеки Кетцалькоакли Более того, согласно легенде, именно из кукурузы и был сотворен человек Початок кукурузы, окутанный листьями, если его не распотрошить руками, сгниет Но, как мне кажется, чтобы создать такой точный календарь Не достаточно все время смотреть на небо и что-то там считать Насколько я понимаю, нужны очень точные часы и очень хорошие телескопы Ни того, ни другого тогда у Майя не было А вот у предшественников Майя, которые, возможно, вот и есть пришельцы инопланетяне Инопланетяне, скажем, с той же, предположим, планет не берут Вот это у них все было Однако ученые, приверженные традиционной науке, не разделяют фантастических версий о знаниях древних Их точка зрения опускает нас с небес на грешную Землю Я хочу вам заметить, из того, что я знаю, ничего выдающегося, ничего сверхъестественного, ничего потрясающего В цивилизации Майя с астрономической точки зрения не было И даже с научной точки зрения, они, кстати, не десятилетичную систему даже не изобрели, они пользуются десятилетичной системой Между нами, говоря, совершенно убогая, никому не нужная, несовершенная система Если вы говорите о календаре, календарь какой-то был совершенно ужасный Вот современный астроном, все-таки тогда был Тальмей еще до этого Он значительно лучше понимал, как движется Египтяне блистательно предсказывали затмение Так что Майя не какая-то сверхъестественная с научной точки зрения цивилизация Может какие-то религиозные вещи были, это я не обсуждаю Но вот я думаю, что не нужно опираться на Майя для того, чтобы говорить, что нас ждет что-то в 2012 году чрезвычайно важное Хотя я думаю, что в 2012 году изобретательные люди укажут там на то, что якобы предсказывали тогда это цивилизация Майя Итак, ничего удивительного в цивилизациях древних индейцев Латинской Америки не было Они мало чем отличались от своих современников, проживающих где-нибудь в средневековой Азии или даже Сибири Все их знания лишь позднейшая фантазия писателей-фантастов, пытающихся привлечь внимание, а значит и средства К развитию археологических исследований в Америке и привлечению туристов Но вот интересно, что двигал американским актером и режиссером Мелом Гибсоном Когда он начал работу над скандально известным фильмом Апокалипта Этот голливудский боевик, который язвительные критики сразу назвали смесью журнала «Вокруг света» и скотобойней Вызвал негативную реакцию потомков американских индейцев Они собираются даже заявить протест по поводу этого фильма в ООН Дело в том, что события крепкого и очень зрелищного фильма Апокалипта начисто лишены исторической правды Майя, а именно они в центре фильма Мелла Гибсона Это первобытные племена, основной вид деятельности которых примитивная охота на диких зверей в джунглях Впрочем, Гибсон показывает и других майя Озверевших, татуированных и шрамированных полузверей, живущих среди пирамид Эти, еще более дикие майя, отлавливают в джунглях своих соплеменников лишь с одной целью Принести их в жертву своим языческим богам Это Голливуд И не знаю почему, но они все время не имеют ничего общего с культурой Для меня этот фильм образец безвкусия Потому что в нем нет ни грамма правды Ни грамма известной информации о древних майя А вот другой голливудский фильм про Индиану Джонса Там вообще показывают ацтекский календарь в зоне инков Полная чушь Есть еще один пример того, что майя были высокоразвитой цивилизацией Они умели делать дырки в зубах, куда для украшений вставляли крохотные драгоценные камни Причем все это было абсолютно стерильно Для современных ученых до сих пор является загадкой то Откуда они получали навыки и знания, чтобы делать такую тонкую инкрустацию своих зубов Поэтому Мэл Гибсон, который показал в своем фильме диких и татуированных индейцев, очень далек от истины Все эти знания появились не вдруг Сначала существовала древняя цивилизация альмеков И им на смену пришли майя Показывать их дикими, кощунственно И самое удивительное, что их знания были отнюдь не утилитарными А как бы сейчас сказали, академическими Главное, мы не знаем сознательная или нет ошибка в фильме Гибсона Представители древних майя встречаются с первыми испанцами, открывшими Америку Этого никак не могло произойти Классическая цивилизация майя, которой ученые приписывают создание календаря и знания многих удивительных технологий Прекратила свое существование почти за 500 лет до открытия новых земель европейцами Почему она исчезла? Почему люди покидали дворцы и храмы, построенные на века, на тысячелетия? Эти вопросы возникли сразу, как только в джунглях нашли первые затерянные города Сегодня есть две версии этого исчезновения Земная и фантастическая Самая невероятная версия исчезновения майя Воспользовавшись своими знаниями, они ушли в другое измерение Через каждый промежуток времени открываются порталы, через которые можно туда уйти Они не исчезли быстро В этом нет логики Они исчезли в течение 400 лет И об этом говорится в их кодексах Ученые считают, что древние майя сами себе устроили конец света Подсечь на огневое земледелие, которым они пользовались, привело к тому, что почвы истощились Земля этих мест перестала быть кормилицей Они вынуждены были искать для себя новые плодородные земли Поэтому и ушли Покинув свои величественные города Но вот почему вместе с уходом древних майя ушли и не развивались их сакральные знания Об этом не известно никому Но события совсем недавней истории свидетельствуют о том, что пророчества древней цивилизации начинают понемногу сбываться Изменения начались в Чернобыле Небольшая вибрация, которую этот выброс оказал на всю планету Привела к тому, что молодые люди стали производить на свет детей Индиго Дети Индиго — это те самые белые ягуары, которые призваны изменить мир С точки зрения, так сказать, классической науки Сегодня существует несколько сценариев возможных планетарных катастроф Первый В результате сильного землетрясения в центре одного из океанов зарождается исполинская волна цунами Способная, если не затопить всю планету, так уж точно нанести непоправимый исчерп мегаполисам Расположенным на побережье этого океана Ученым известно, что подобное случалось на Земле много тысячелетий назад Вторая версия катастрофы — падение на Землю гигантского астероида Даже самый сравнительно небольшой из них при столкновении с нашей планетой Способен полностью стереть с лица Земли огромный многомиллионный город Но наиболее скептически настроенные футурологи считают, что главная угроза человечеству Исходит, как это ни парадоксально, от самого научного прогресса Сегодня изобретены и активно внедряются технологии, вполне способные уничтожить нашу цивилизацию Речь идет, конечно, о ядерных исследованиях Для некоторых сегодня модное и не очень понятное название «Большой андронный коллайдер» звучит весьма угрожающе На границе Франции и Швейцарии на глубине 100 метров под землей построен самый большой в мире Его длина более 27 километров — ускоритель элементарных частиц По мнению сторонников катастрофического сценария, эти самые частицы смогут разогнаться в андронном коллайдере до такой скорости, что превратятся в микроскопические черные дыры, которые поглотят Землю и всю Солнечную систему Любопытно, что срок выхода «Большого андронного коллайдера» на полную мощность как раз совпадает с 2012 годом Лейтмотив английского фильма, рассказывающего о возможном трагическом развитии событий — такие полные пессимизма слова Вопрос не в том, случится это или нет, а в том, когда это случится Однако ученые, непосредственно связанные с изготовлением нового ускорителя, убеждены, что ничего страшного не произойдет Напротив, при помощи нового агрегата можно будет приоткрыть завесу тайны над устройством нашего мира и всей Вселенной Вполне вероятно, считают они, что мы сможем перемещаться в иные измерения По крайней мере, в мозге каждого человека присутствуют некие, до сих пор непонятные структуры, предназначение которых вполне возможно было известно древним авторам мезоамериканского календаря Сегодня ученые склоняются к гипотезе, что черные дыры во Вселенной — не что иное, как некие транспортные тоннели, предназначенные для перехода между разными измерениями Для нас самое короткое расстояние — это прямая между двумя точками Но во Вселенной все по-другому Там существует как минимум 11 измерений Поэтому прямая линия как бы сгибает Вселенную Наш мозг также имеет похожие пространственные туннели Майя хорошо владели технологиями перехода в другое измерение И, скорее всего, в 2012 году отдельные люди смогут воспользоваться своими скрытыми способностями для перемещения между измерениями Дадут нам пришельцы или мы сами дадуемся Пусть даже не дадут пришельцы Мы сами, в конце концов, уже есть теория математика квотернионов Которая в приложении к физике уже говорит о неких других возможностях человечества Вот в том, чтобы победить, преодолеть пространство Мы обязательно преодолеем пространство Мы обязательно время преодолеем Так все-таки нужно ли нам всем с опасением ожидать прихода декабря 2012 года? И что произойдет в год начала новой эпохи? Абсолютно точно ясно Ничего страшного Произойдет то же самое, что, скажем, в 2015, 2020, в любом Нет никаких оснований верить, что произойдут какие-то изменения Все это придумки людей, мало знающих Ничего не произойдет Просто-напросто календарь подходит к концу одного цикла и к началу другого Кстати, и астероид Апофис, о котором мы предупреждали вас в самом начале фильма Большую угрозу для жизни землян пока не представляет В 1929 году это строят, подойдет к земле невероятно близко Он подойдет на расстояние гео-стационарного спутника Это от 35 до 40 тысяч километров Он будет виден невооруженным глазом, как самый яркий небесный объект Это не опасно для земли, потому что земля не столкнется Хотя это беспрецедентно близко Большинство тех, кто серьезно беспокоен так называемой проблемой 2012 Убеждено в том, что мы должны встретить эту дату с большой надеждой Даже те из нас, кто хочет избежать апокалипсиса Я не знаю точно, где находится эта дверь, но это не так важно Если ты готов к переходу, то всегда найдешь, куда идти Но самое главное, тебе нужно купить билет А цена этого билета очень высока Человеку, который верит только в современную науку и ни во что другое Путь в эту дверь точно заказан Можно ли подготовиться к приходу новой эры? Что нужно сделать, чтобы соответствовать этому новому времени И не остаться за бортом жизни? Рецепты очень простые Во-первых, уметь жить и наслаждаться жизнью здесь и сейчас Жить сегодняшним днем Во-вторых, жить в тесном общении и гармонии с природой Не наносить ей ущерба В-третьих, стараться жить в атмосфере любви Просыпаться с улыбкой на устах И быть всегда в хорошем настроении Доброжелательно настроенным по отношению к окружающим В-четвертых, никогда не жаловаться Никого не осуждать И не слушать жалоб и сплетен Никогда не вините других в своих неудачах и слабостях Все причины кроются внутри вас Попробуйте разбудить сознание Это очень просто Нужно научиться слышать голос своего сердца В конце концов, верить или нет в сакральную дату 21 декабря 2012 года Дело каждого У русских людей на этот счет приготовлена очень мудрая пословица Поживем, увидим Но разве не имеет смысла использовать шанс стать лучше и добрее О котором, если отбросить все апокалиптические настроения И пытались сказать нам носители древнего знания Ведь дети белого ягуара, призванные изменить людской род к лучшему Уже давно родились И кто знает, может быть именно вы один из них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok